В России новый премьер-министр президент Путин подписал косо назначения на этот пост Михаила Мишустина, который ранее был руководителем Федеральной налоговой службы. Ранее сегодня Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на посту премьер-министра. Депутатам потребовалось на это примерно полтора часа. За проголосовали 383 парламентария. Против не было ни одного. Впервые с 1996 года, как заметил спикер Нижний палат Володин, воздержался 41 человек. Новый состав правительства будет представлен в ближайшие дни, заявил Мишустин журналистам после голосования. А в апреле он пообещал представить в Думе курс нового Кабмина, выразив надежду на его одобрение. Выступая в Нижней палате, Мишустин рассказал о приоритетах нового правительства. Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе этого 2020 года. Хорошо понимаю, что прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам. На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года. Правительству предстоит провести огромную работу, значительно усилить все ее направления. И для этого у нас есть все. Утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели. И работа по национальным проектам должна быть форсирована. Президент неоднократно подчеркивал, что люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему, пока это происходит далеко не везде. Президент поручил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест. Это основа эффективной социальной политики и, конечно, без высоких темпов экономического развития, социальное развитие страны будет пробуксовывать. В послании обозначены приоритеты, которые стоят перед правительством. Прежде всего, это повышение реальных доходов граждан. Как реализовать эти задачи? Во-первых, президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл. А для этого в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите поощрения капиталовложений. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно. Кроме того, нужно продолжать снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контроля надзорной деятельности. Важно также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствуя себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и, главное, повышать заработную плату сотрудникам. Михаил Мишустин на выступе, глава фракции «Единороссов» Сергей Неверов на выступе рассказал, что встречался с Дмитрием Медведевым, и тот просил поддержать кандидатуру Мишустина. Неверов также сообщил, что фракция положительно оценивает работу ряда министров, ушедшего в отставку к обминам. У нас сложилась практика очень тесного сотрудничества правительства со всеми фракциями Государственной Думы. Мы находились в постоянной коммуникации с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вместе решая острые и спорные вопросы. Он всегда прислушивался к аргументам и именно наших коллег, что позволяло выйти на консолидированные, взвешенные решения. Пользуясь случаем, коллеги, от имени фракции «Единороссия», я хочу выразить славоблагодарность Дмитрию Анатольевичу Медведеву за эту совместную плодотворную работу. Мы позитивно оцениваем работу заместителей председателя правительства Голикова и Татьяны Алексеевны, казака Дмитрия Николаевича, Гордеева Алексея Васильевича. Как заместитель председателя Государственной Думы, курирующий работу Аграрного комитета, хочу высказать позитивную о позитивной работе Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства. Сергей Неверов. На выступлении лидера ЛДПР Владимира Жириновского, как всегда, было эмоционально, он говорил о более 10 минут, и в конце речи объясню, почему либерал-демократы поддерживают Мишустина. Мы поддержим вашу кандидатуру. Главная причина, потому что это ваша профессия. Нам нужны только инженеры на всех руководящих постах. И мы пожелаем, попросим, а не пожелаем, потребуем, чтобы президент назначал министрами по качеству его прерогатива только инженеры. Инженерный корпус страны. Поставьте на руководящие должности и губернаторы, и мэры, и министры. Тогда будут лучше. Они умеют строить управленческие процессы. Умеют. Гуманитарии не умеют. Владимир Жириновский. Мишустин уже сегодня вечером может приехать в Белый дом для встречи с членами Кабмена, передает ее новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, которого называли среди возможных кандидатов на пост премьера, одним из первых поздравил Мишустина с назначением. Глобосчетная палата Алексей Кудрин, который также считался вероятным преемником, а Медведева приехал в Госдуму на рассмотрение кандидатуры Мишустина. Ранее в четверг Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что смена правительства дает надежду на реформы. Есть усталость, есть невыполнение отдельных обещаний. И новая команда всегда приходит с новыми идеями. Она получает поддержку своей программы, получает мандат на проведение этих реформ. Поэтому вообще то, что в законодательстве многих стран обязательно записано по сменяемости, особенно в рамках в том числе политической конкуренции, сменяемость правительства, это важнейший институт поддержки доверия. И у нас, к сожалению, он не работает в полной мере. Вот вчера произошедшая смена правительства, честно сказать, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться, что лидер, который вчера был предложен правительству, он более чувствует сегодня ситуацию с бизнесом, умеет балансировать интересы бизнеса и государства. Мишустин, я имею в виду, Михаил, который на важнейшем направлении взаимодействия с бизнесом стоит, не сумел отработать определенные механизмы администрирования налогов. Они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса. И одновременно он чувствует тот нерв цифровизации и значение вот этих новых технологий для развития всей экономики, что, на мой взгляд, тоже очень важно. Алексей Кудрин о ведомости в четверг узнали о творческой стороне Мишустина. По данным газеты «Бытность» главой ФНС «Будущий премьер» увлекался композиторством и написал музыку для нескольких песен Григория Лепса. В реестре российского авторского общества указано, что Мишустин написал музыку для песен «Зала» и «Настоящая женщина». «Ты настоящая женщина, я судьбы обеспеченной, рвешься и рвешься доверчиво в связку с плохим концом». Сам привет все отрицает. Где музыка, где Мишустин, заявил Григорий Лепс изданию «Подъем». Однако автор стихов для песни «Зала» поэт Александр Влых подтвердил «Бизнес.ФМ», что музыку к ней написал новый пример. А Пслама Влых для Мишустина о сочинении музыки – это хобби. Музыка – одно из его многочисленных хобби. Человек очень разносторонний, талантливый. Я сам писал в сценарии концертов для Федеральной налоговой службы, в общем, в которых я тоже помогал, участвовал. Эти концерты становились все лучшими по рейтингу на телевидении. Именно благодаря такому креативному подходу, интересному, небанальному. Странно, что все-таки хиты такие, да, и только вот о двух известном. Вот как вы думаете, что вероятность, что о чем-то мы еще не знаем? Некогда ему песни писать. Это было вот, ну, какие-то, может быть, минуты свободные, которых раньше у него, возможно, было побольше. Ну, чуть побольше. Сейчас, в последнее время вообще, я думаю, там не 24 часа в сутки у него, а все 48. Ваше взаимодействие как автора стихов с автором музыки, Михаил Владимирович, как происходило? Ну, очень просто. Я прочитал у него этот текст и принес его. А он написал музыку в свободное от работы время. Были сначала варианты, которые там нас не устраивали, а потом, в конце концов, нашли тут нужную гармонию и тональность настроения, скажем так. Сам-то он играет на фортепиано, да, и дома, и в кругу друзей, и, может, сесть за клавиши и просто для души играть. Это для него разрядка вообще от напряженной работы. Александр Вулах, послан собеседников «Видомостей». Мишустин также сочиняет частушки, эпиграммы и сатирические куплеты. Мишустин «Видомостей».